По версии следствия, злоумышленники приобрели у неизвестных лиц базу данных с именами и телефонами жителей различных регионов России, которые через интернет отправляли в финансовые организации заявки на получение кредита. С декабря 2021 года до апреля текущего года участники криминальной схемы звонили им и представлялись сотрудниками банков. Для дистанционного оформления займа требовали оплатить дополнительные услуги – комиссию за безналичный перевод, страховку и работу курьера. В качестве реквизитов платежа указывали номера банковских карт предполагаемого организатора группы. После получения денег общение с потерпевшими прекращалось.